А перед просмотром не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещение о новых видео. Почему потусторонние существа фиксируются на фотографиях, в то время как оператор их не видит? История фотографирования призраков началась с появлением самой фотографии. Результаты исследования экспертами фотографии с призраками в большинстве случаев оказываются подлинным. В мире немало загадочных и пугающих фото, где на объектив попадаются призраки, фантомы и тени. Номер 10. Тени на холме. В штате Миссури из городок Гленка, где есть дорога протяженностью 2 мили, она проходит через лес. Существует эта дорога с 1860-х годов и пользуется у местных жителей дурной славой. Сведения о том, что в этих лесах люди видели странные огни, гуманоидных существ, людей, теней и призраков есть еще с 1950-х годов. Поэтому это место обрело статус самых жутких и паранормальных мест, откуда начинаются жуткие городские легенды. Путешественники сообщали, что их в лесах и на дороге преследовали какие-то странные темные тени, и когда человек покидал эту зону лесов, тени исчезали в воздухе. Местные жители прозвали эту дорогу «Дорога зомби» или «Дорога теней». После многочисленных сообщений о паранормальных явлениях в этих лесах, в 2005 году сюда приехала группа исследователей паранормальных явлений. Один из членов группы фотограф по имени Том Холстед сделал ночью этот снимок. На фотографии мы видим около восьми или может быть больше черных теней человекоподобной формы, которые стояли на холме среди деревьев. Том уверяет, что в момент, когда он делал этот снимок, никого рядом не было. Также мы можем заметить, что тени никак не отражаются на воде. Это значит, что это место просто кишит подобными существами. Если представить, что ты встретился с подобными теневыми существами ночью в лесу, то я уверен, что это взорвет твой мозг. Или даже человек может сойти с ума от такой встречи с призраками. А эта фотография сделана в этих же местах Томом в 2006 году. Темная и расплывчатая фигура попалась на камеру. Она не имеет четких очертаний, некая темная масса, как черный густой дым. Номер 9. Легенда о сером человеке. В Южной Каролине среди местного населения есть легенда о сером человеке, который возвращался к своей невесте, но парень погиб, утонув в зыбучих песках. По легенде, после смерти дух парня пришел к своей невесте и приказал уйти с острова. Она так и сделала. Через некоторое время на остров обрушился смертельный шторм. И теперь этот серый призрак считается предвестником ураганов и штормов. Эта фотография была сделана на пляже в Южной Каролине. На снимке мы видим непонятную и в то же время жуткую тень. Автор фото считает, что это тот самый призрак умершего жениха. Я же считаю, что фото реальное, но я знаю, что души мертвых в такой форме и в нашем измерении не появляются. Но эта тень, не что иное, как потусторонняя сущность, не человеческая душа. Номер 8. Призрак священника. Порт Артур. Это город в Австралии, на юге-восток от Асмании. Когда-то это место было тюрьмой для самых опасных преступников. В 2011 году человек по фамилии Полтни приехал со своей семьей в коттедж Трентам. Когда они проходили по дому и делали снимки дверей и комнат, в доме никого не было. Но после проявки фотографий на одном из них появилось это. Темная фигура в шляпе запечатлилась на камеру. Когда фотографию показали местному гиду, он предположил, что эта фигура напоминает священника Джорджа Истмена, который тут жил когда-то и умер в 1870 году. С тех пор поступают сведения от очевидцев о некой темной фигуре в шляпе, которая бродит в этих краях. Номер 7. Королева Мария. У королевы Марии длинная и интригующая история. Когда-то это был круизный лайнер. Во время Второй мировой войны судно превратили в военный корабль. В наше время он стал отелью, который известен своими паранормальными явлениями. На этот корабль стекается большое количество туристов и исследователей паранормальных явлений. Некоторые энтузиасты говорят, что на корабле присутствует около 130 призраков. Эта фотография была сделана одним из исследователей на этом корабле и считается одним из самых реальных доказательств существования паранормальных существ на корабле. Номер 6. Санаторий Уайверли Хиллз. Этот жуткий санаторий находится в Луисвилле, штат Кентукки. Открыт он в 1910 году и закрыт в 1961 году. За это время существования в этой больнице погибли около 64 тысяч человек от разных болезней и от жестокого обращения с пациентами. Также есть свидетельства, что в Уайверли Хиллз проводились опыты над пациентами. Вся эта жуткая история и аура смерти породила в этом здании паранормальные явления и призраков. Эта фотография была сделана одиноким туристом, который бродил по зданию, делая фотоснимки. Автор говорит, что он был совершенно один во время съемки, но в кадр попалась странная фигура, скорее всего похожая на женскую. Четко видны голова и плечи призрака, также головной убор похожий на те, что носят медсестры. Очень интересная фотография. Да и вообще, бродить одному по такому жуткому месту, это не каждый сможет. Самое главное тут не засыпать. Номер 5. Дух Сефтоновской церкви. Эта пугающая фотография была сделана в 1999 году в Сефтон-Черч, Англия. По словам автора, внутри этого старого здания, помимо фотографа, был только один человек, но он в тот момент находился на другой стороне церкви и никак не мог попасть в кадр. Привидение напоминает священнослужителя, и поэтому местные люди начинают слагать легенды, что это якобы дух священника. Номер 4. Призрак на плантации. Дом, построенный на плантации Миртл, по сообщениям, является пристанищем как минимум 12 призраков. Самый известный из них это призрак Хлои, рабыни, которая принадлежит хозяину этого дома. Как гласит легенда, Хлоя из-за ревности и мести отравила смертельным ядом семью хозяина дома, его жену и двух дочерей. Этот черно-белый снимок был сделан в 1992 году во дворе дома. В кадр попался призрак, предположительно женский. Эта плантация является одним из самых жутких и загадочных мест в штате Луизиана, где обитают привидения. Номер 3. Призрак в зеркале автомобиля. Автор данного снимка говорит, что во время съемки никого не было рядом и в машине тоже, и он не понимает откуда и как появилось это жуткое лицо в зеркале. И вправду в зеркале можно отчетливо увидеть чье-то страшное лицо. Хотя, как мы все знаем, зеркало является одним из самых мистических вещей, которые используются для вызова разных духов. И появление призрака в зеркале это реально. Номер 2. Призрак монаха. Эта фотография была сделана в 1985 году в месте под названием Гильдия Святой Марии. Это древнее здание. В 14 веке она была тюрьмой. Тут собираются масоны. Слева от центра фотографии стоит высокая фигура монаха в мантии. Во время торжества здесь присутствовало более 100 масонов, которые в один голос уверяют, что никакого монаха среди них не было. Но все же, как мы видим, призрачный монах есть на фото. Наверное, сам сатана решил в облике призрака монаха присутствовать на торжестве своих любимых последователей. Номер 1. Призрак Гранд Каньона. Это фото было сделано в конце 80-х годов в Гранд Каньоне. Турист сфотографировал своего товарища, который стоял на краю каньона. А слева, среди кустов и веток, в кадр попалась некая фигура в черном плаще с капюшоном. Автор фото говорит, что в этот момент там, кроме его друга, никого не было. И его друг тоже не заметил никаких посторонних людей. Что это или кто это? Обычно призраки на фотографиях бывают как-то размыто и без точных форм. А тут все четко. Если бы я не знал истории этой фотографии, я бы подумал, что это друг фотографа, который решил подшутить. Но это призрак в черном одеянии.